На рынке продолжается борьба между евро и долларом за обладание ключевым уровнем сопротивления 1.38. Медведи продолжают пока держать здесь линию обороны, но и быки не сдаются, пытаясь снова и снова преодолеть этот уровень. На вчерашних торгах евро активно поддержали опубликованные в еврозоне экономические показатели. Сводный индекс деловой активности по региону вырос в декабре месяца до отметки 52,1 пункта, превысив при этом предыдущие значения и прогнозы аналитиков. Причем в промышленном секторе индекс поднялся до самой высокой отметки за два с половиной года. Внешнеторговый профицит еврозоны в октябре месяце вырос почти в два раза. Месячный рост экспорта в октябре составил 1%, это после трехпроцентного роста в сентябре. Причем стоит отметить, что решающий вклад в экономический подъем регионов внесли самые слабые страны сообщества – Греция и Испания. Рост экспорта по 5% и Португалия – 4%. На этом фоне спрос на евро начал быстро расти, и курс пары от минимального уровня на торгах в Азии 1,3728 к началу американской сессии достиг максимума на отметке 1,3798. Однако в очередной раз преодолеть 38-й уровень валюте не удалось. В США также были опубликованы сильные показатели экономической статистики. Промышленное производство в стране выросло на 1,1%, что отразило наилучшую динамику за весь прошедший год. Вырос индекс производственной активности, а производительность труда, по окончательным данным, увеличилась в третьем квартале текущего года на 3%. Это максимальные темпы роста за 4 года. Полученные данные остановили подъем и отбросили котировки валюты к уровням закрытия предыдущего дня, вблизи которых евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем еще одну попытку быков возобновить подъем пары и последовательно протестировать на пробой уровни 1,3784 и 1,3795. А далее ожидаем разворот курса единой европейской валюты на нисходящее движение к целевым уровням 1,3763, 1,3740 и, возможно, 1,3710.